Привет, ребята! И снова в перерыве между весенними дождями настало некое подобие лета. Плюс 30 на улице, Дима в шортах, все хорошо. Я снова приехал в парк, выбрался с крыши, чтобы рассказать вам кое-что интересное. Этот ролик я очень хотел, очень давно хотел, чтобы был на канале, но я все-таки формировал, пытался отринуть все ненужное, потому что пунктов было раньше намного больше. Я думал, вот на чем сфокусироваться. И в итоге некая стройная линия сформировалась, и сегодня я хочу с вами поговорить о пяти вещах, которые надо делать, и пяти вещах, которые лучше не делать в Китае. Они будут объединены в пять групп, и вот эти пять групп такие «да» и «нет» китайские. Просто мы часто не задумываемся о том, как ведем себя в своей собственной стране. Допустим, мы знаем, что если мы встречаем другого мужчину, надо пожать ему руку, поприветствовать, и если ты этого мужчину давно, допустим, не видел, это твой какой-нибудь хороший родственник, там, дед, батя, ты ему сильно сжимаешь руку, потому что давно не видел, как бы уважаешь этого человека и так далее. Но при этом нам, ну, в голову не придет с первым встречным поперечным, я не знаю, там, целоваться вообще в щеки и прочее-прочее, потому что, ну, это как бы не наша культура, это какие-то итальянцы, испанцы, у них это дело. Вот. И о чужих культурах мы вот такие моменты зачастую не продумываем. И приезжая, особенно жить в другие страны, мы можем привести свою культуру, которая не подходит к этой местности и местами оскорбить людей. Да, конечно, в Китае все еще остается тот пресловутый коэффициент иностранца, когда вам многое простится. Но если не совершать ошибок, тем более, когда это ничего с тебя как бы не требует, то и прощать тебе будет нечего. Поэтому давайте не будем сильно затягивать, я просто расскажу пяток разных таких категорий, то есть 10 штучек, 5 вещей, которые лучше стоит делать, и 5 вещей, которые делать, ну, не надо. Ну и раз уж я упомянул рукопожатие, давайте с него и начнем. Есть такое простое правило, которое очень легко запомнить. Приветствую людей кивком или рукопожатием, а поклоны оставь японцам. Во многих старых фильмах про всякие кунг-фу, гонконгских боевиках, особенно вот что-нибудь про древние времена, вот эти все поклоны такие там, они, вот манерные, да, такие поклоны, они, ну, как бы складывают такое странное впечатление, что в Китае, как и в Японии, надо всем друг другу кланяться чуть ли не до земли, бить чулом о пол. Нет. Китай давно уже ушел в, ну, как бы в развитии вперед и сильно европеизировался в этом вопросе. И все-таки здесь на первом месте кивок. То есть просто подойти к человеку, сказать «нихау» и кивнуть. Этого вполне достаточно для уважительного, причем это реально вполне уважительное приветствие человека, в этом нету ничего формального, нету ничего на отвали такого типа «а, ну, здорово». Нет такого. Ты абсолютно серьезно подходишь к человеку, киваешь там, ну, слегка так склоняешь голову, говоришь «нихау», и человеку этого вполне достаточно. Можно проявить некую европеизированность и поприветствовать человека рукопожатием. Вполне себе нормальная принятая ситуация, и как бы никто вам не откажет, но зачастую сами китайцы рукопожатие вам не будут протягивать, просто потому что это не является первичным, каким-то важным моментом в приветствии другого человека. Опять же, в этом нет никакого оскорбления, потому что кивок в приоритете, рукопожатие по желанию, ну, в этом ничего такого нету, и, соответственно, если не было рукопожатия, то и хрен с ним, ничего такого. А вот поклон – это уже, ну, скажем так, совсем целование прям самых мягких тканей попы. Поэтому, конечно, можно, но не нужно, потому что вы в этой теме не разбираетесь, вы не являетесь частью китайского общества, и вы не состоите вот в этой непонятной, даже зачастую самим китайцам, иерархии различных людей, возрастов, положений в обществе и прочего. Не надо этого делать. Поэтому первый хороший, большой, важный пункт – да, надо приветствовать людей, и да, лучше это делать просто кивком, но можно делать рукопожатием, с этим никаких проблем нету, и если рукопожатие от китайца к вам не прилетело, ничего в этом такого нету, это никакое неуважение. Ну, а что же с этим пунктом связано? Нет, категории нет. Нет, не надо человеку сжимать руку. Вместе с тем, что не надо как бы кланяться, да, во-вторых, не надо сильно сжимать руку. Я уже упоминал в самом-самом начале ролика, что когда мы встречаем какого-нибудь человека, которого не видели давно, зачастую мы сжимаем очень сильно руку человеку, просто вот из уважухи, потому что ну так давно тебя батя не видел, так давно тебя братан не видел, так вообще тебя прям вот люблю, уважаю по-мужски. Здесь такое не работает. В Китае сжатие руки – это признак агрессии, причем прямой признак агрессии. Зачастую в Китае в ссорах каких-то человек может схватить вот так в рукопожатии руку другому человеку, чтобы держать его на маленьком расстоянии, чтобы человек не мог уйти далеко. То есть это аналог хватания как бы за шею. Ну, за шею вы совсем лицом к лицу, а здесь вы как бы на расстоянии руки. И человек начинает сжимать другому человеку руку, просто удерживая его у себя. Поэтому рукопожатие – это такая тонкая тема, что если вы поздоровались просто формально, пожали руку – разошлись. Но вот этого дергания двумя руками и сжимания в уважении не надо, потому что это агрессивное поведение. И в голове у нормального китайца, особенно не европеизированного, не прошедшего школу путешествий через всю планету и повидавшего кучу разных рукопожатий у обычного китайца, вот это рукопожатие, оно вызовет скорее раздражение, и он подумает, что ну вы как-то с агрессией. Хотя на лице у вас агрессии нету, да и по смыслу вроде никак агрессии нет, но через рукопожатие вы именно такие сигналы передаете. Поэтому очень важное нет – не сжимайте людям руки сильно. Рукопожатие чисто формально, если вы уж до этого добрались. Давайте к пункту номер два. Что еще надо делать в Китае? Второй момент, что по-хорошему надо бы сделать, и это такая будет приятная вещь и вам, и окружающим. Когда вы встречаете новых людей, попытайтесь определить старшинство. Причем, понятное дело, есть простейшая логика – старшинство по возрасту, но еще и старшинство по положению, как бы в неком обществе. Может быть, спросить заранее, если с вами есть какие-то там китайцы, которые знают людей, с которыми вам предстоит вот сейчас встретиться. Может быть, просто на глаз определить, кто самый старший. И когда вы начинаете здороваться с людьми по старшинству, это в любом случае респект и уважуха. Плюс, если вы выясните еще и статус человека, допустим, есть понятие, когда человек мастер в чем-то, и можно к нему обратиться как шифу. Шифу, если что, вы смотрели мультик «Кунг-фу панда», там был мастер шифу. Вообще, шифу переводится как мастер. В принципе, переводится вообще вот это слово как мастер. Поэтому мастер шифу – это такое тупое название, потому что это переводится как мастер-мастер. Масло масляное. Ну, вообще, вот шифу. Или там, допустим, человек, какой-то преподаватель, или какой-то, я не знаю, гуру, ему можно обращаться как лаоши. Соответственно, это учитель. И когда вы обращаетесь правильно к людям, расположение к вам увеличивается моментально на совершенно иной уровень. Это очень круто. А если вы засядете и разберетесь во всех тонкостях еще таких штук, как «Донг», «Дзонг», все вот эти различные виды боссов в Китае, то есть это разные положения. И если там очень много моментов, я сейчас не буду этого касаться, потому что это отдельная тема для разговора, и на это можно там не один даже ролик сделать. Именно про классификацию боссов в Китае, про иерархию в различных компаниях и как к разным людям обращаться. Если вы в этом разберетесь и будете четко обращаться к конкретному человеку с приставкой, потому что многие люди там в силу возраста, в силу своих достижений гордятся тем, что они называются либо мастером в чем-то, либо учителем, либо «Донгом», там, «Большим боссом» или «Дзонгом», еще «Большим боссом», еще всякие там есть другие слова. Соответственно, как только вы в этом разберетесь и будете правильно обращаться к определенному человеку, этот человек сразу будет к вам предрасположен. Поэтому это классная штука, подразберитесь, если вам хочется как бы вести переговоры и в принципе общаться с людьми ну с максимальным предрасположением в себе. В качестве «нет» тут такая ситуация, пожалуйста, не лезьте к людям обниматься. Я много раз наблюдал, когда знакомятся какие-то люди, какие-то компании, и один из иностранцев, это зачастую бывает латинос какие-нибудь, но бывает и наше, просто первым делом лезут, хватают за руку человека и сразу же подобнимают. Такая полуобнимашка, полуздоровство за руку, как это правильно назвать. Первый человек здоровается за руку и обнимашку делает. Не надо этого делать, потому что очень многие люди, во-первых, может быть у него дорогая одежда, вы грязными лапами будете лапать. Во-вторых, в принципе людям не нравится, когда незнакомые люди лезут к ним в очень личное пространство. Поэтому обнимашкам нет, обнимашки чисто для ваших близких знакомых. И постарайтесь незнакомым взрослым людям никогда не говорить «ни хао». И вы сейчас такие типа «чего?» В Китае это же единственное приветствие, типа все всегда друг другу «ни хао». Нет, ребята, нет. Потому что есть одна тонкость. В Китае есть «ты» и есть «вы». «Ты» это «ни», а «вы» это «нин». Ну, то есть как бы «ни» или «нин». И обращаясь на «вы» к незнакомому человеку, вы не знаете его статус, вы не знаете его возраст, вы не знаете его положение в обществе, вы не знаете, что это за человек. Поэтому для проявления уважения постарайтесь к незнакомым взрослым людям никогда не обращаться «ни хао». Говорить «нин хао». Это очень быстро можно говорить, это можно в проброс говорить «нин хао». И все. И люди все равно услышат эту тонкость. Люди все равно поймут, что вот в мелочи, но вы заморочились. И из таких мелочей состоит искусство общения с людьми, искусство предрасполагать к себе людей, располагать к себе людей в широком смысле этого слова. Поэтому запомните никаких обнимашек с незнакомыми людьми и никаких «ни хао» незнакомым взрослым людям. Только «нин хао». Это просто, это легко, это легко запомнить. И самое главное, это вам местами, может быть, даже поможет в чем-то. Пункт номер три. Да, надо участвовать во всех тостах. Компанейскость в этом вопросе очень приветствуется. И тут такой момент, что это и да, и нет одновременно, что да, надо участвовать во всем. Стараться не сливаться. Да, это может выматывать. Реально, обилие тостов может выматывать. И обилие количества раз, которое вам придется выпить, что бы то ни было, может выматывать. Но вы уже пришли. Вы уже согласились на эти условия. Просто помните, что каждый раз, когда вы соглашаетесь на поход куда-то, где будут тосты, где будет алкоголь, и вам надо будет выпивать, вам надо это будет делать много и достаточно часто. И тут же нет, ну хотя это не является пунктом «нет», это все еще в рамках пункта «да». Не надо выдумывать мощные тосты. Однажды в горном селении. Вот это не надо. В Китае все тосты простые, никто никогда не заморачивается. В Китае просто типа «выпьем», «выпьем». Это скорее возможность выделиться, показать себя, что я еще жив, я еще ок, собрать дух всей толпы и просто типа всем вместе совершить некое действие. Этим это не несет никакого сакрального смысла, в этом нету никакого пожелания, которое ты долго готовил, передавалось тебе через предков. Нет, это просто возможность социализироваться, компанейскость через тост. Поэтому каждый хочет поднять тост, чтобы люди увидели, что он за компанейскость, чтобы он собрал толпу, чтобы все вместе выпили с ним от его инициативы. И, соответственно, это будет идти по кругу. И принимайте активное участие, даже если вам уже не хочется. Если не хочется, просто уезжайте. Не надо сидеть, тупить просто в уголочке, все-все-все, мне хватит. Засыпай. У китайцев вырабатывается охренительная штука, когда они просто пьют-пьют-пьют и со всеми чокаются активно, все хорошо, а потом вырубаются и спят. К спящему никаких претензий. Либо к уехавшему домой, потому что, ну, все, уже не вывозишь, никаких претензий. А вот человек, уныленько сидящий сбоку и на все тосты говорит, ну, не, я потом, я потом, я пропущу, я пропущу. Вот таких людей недолюбливают. Поэтому не будьте таким человеком, а участвуйте во всем, раз уж приехали. Ну и касаемо нет, в этом пункте у нас не наливай себе слишком много. В Китае вообще зачастую, куда бы ты ни приехал, везде будут маленькие стаканчики. Тебе вынесут кучу пива, там много-много бутылок пива. И вот такие стаканчики. Можете посмотреть, сейчас ссылка здесь появится на наш видос с Энни из бара наших друзей, и вы увидите, что там только маленькие пластиковые стаканчики. Но дело не в том, чтобы просто, ну, типа, не иметь больших стаканов в баре. Дело не в том, что нет такой культуры питья. Нет, все безумно просто. Опять же, эти тосты вам будут говорить Ганбэй. Ганбэй, как я уже много раз переводил вам, говорил вам, переводится как Ган сухой, Бэй стакан, а суши стакан. То есть, выпей до дна. И в Китае нету культуры, точнее, она сейчас уже появляется, и она уже есть у молодежи, долгого, длинного попивания пива из стаканов, вина из бокалов и так далее. Но при этом до сих пор, то есть, чтобы как бы вы понимали, насколько этой культуры в целом нету, нету слова, которое бы обозначало чокнемся, да. Поэтому они даже зачастую предпочитают говорить cheers английское, вместо того, чтобы говорить свое Ганбэй. Или вообще ничего не говорить, вместо того, чтобы говорить свое Ганбэй. Потому что, ну, они же не идиоты. И когда ты с двумя бокалами хорошего, дорогого вина чокаешься и говоришь, осуши бокал, а у тебя там 200 долларов вот в этом бокальчике кружится, и ты как бы должен смаковать это дело, а ты захлопываешь себе это в жбан, ну, как бы такое себе. Выглядит это очень по-колхозному. Поэтому, даже зачастую, вот, видишь компашку каких-нибудь китайцев, пьющих вино или пивас, и среди них нету иностранцев, можно пройти и услышать там cheers. Нифига себе. Правда, они говорят так cheers. Cheers. И вот cheers. Можно услышать спокойно. Поэтому, не наливай себе много в компании китайцев, потому что будет много ганбеев, ты быстро накидаешься, ты будешь в себя быстро, небольшими дозами, но в огромных количествах, в огромной частоте в себя вливать, быстро накидаешься, и потом о всех нас русских будут думать, что мы врём о том, что умеем много и круто пить. А не надо так. Давайте к следующему, к предпоследнему, да, уже помню. Ну, раз выпил, надо закусить. Соответственно, тема с едой. Четвёртый да в том, чтобы попробовать все блюда на столе. Это просто считается хорошим тоном, когда человек заказал много-много блюд, и если у тебя нет никаких пищевых особенностей, ты там, ну, не знаю, не ешь мясо, просто вегетарианец, или ты там, мусульманина, не ешь свинину, и так далее. Если у тебя нет явных таких пищевых особенностей, хорошим тоном считается попробовать вообще всё на столе, хотя бы по кусочку, хотя бы вот отломить каждого, я не знаю, помаленечку с каждой тарелочки, потому что китайский обед это всегда много тарелок, не так много, как у корейцев, потому что у корейцев вообще вот такие микроскопические тарелочки с маленькими закусочками на все, вот на весь стол, их там просто миллиард штук. У китайцев, конечно, поменьше, но всё равно много, и поэтому получается, что у тебя стоят креветки, здесь какое-то мясо, здесь какое-то мясо, здесь какие-то супчик, здесь какое-то ещё что-то, здесь рис стоит, большая плошка или там целая рисоварка риса, ещё что-то, ещё что-то, какие-то, может быть, закуски, какой-то китайский вариант кимчи, чего-то, и у тебя вот эта плошка, в которую ты наложил себе риса, и, соответственно, у ваш шефа, я не знаю, у ваш человека, который тебя домой пригласил, у ваш человека, который тебя пригласил в ресторан и оплатил все эти блюда, у ваш, там, я не знаю, просто вот человека, который всё это организовал, попробуй всё, если есть какие-то пищевые у тебя особенности, ну, не пробуй то, что вот люди знают, что тебе нельзя, допустим, все мои окружающие меня знакомые знают, что я терпеть не могу морепродукты, вообще просто не вывожу морепродукты, ну, вот такой я уродился, вот такой вот я особенный, пишите в комментариях, ах, Дима, да как можно не любить креветки, к пиву, как можно лобстеров не любить или кальмаров, терпеть не могу всё это, к сожалению, так, ну, вот, вот такой рыбу, в принципе, люблю некоторую, далеко не всю, красную норм, тунца норм, но всё равно получается, что, вот, мои знакомые, они нормально всё это стерпят, незнакомым людям приходится объяснять, потому что на меня смотрят, а почему ты вот креветки не пробуешь, а они прикольные, здоровые, тигровые креветки, или лобстера тебе принесли, почему ты не пробуешь, я начинаю объяснять, и я хотя бы на китайском более-менее говорю, могу объяснить ситуацию, почему и так далее, но, если у вас нету достаточного знания китайского, или вам нет, не хочется заморачиваться, хочется проявить максимальное уважение, просто попробуйте каждое блюдо на столе, по чуть-чуть, каждого блюда, и наедитесь в целом, и человека уважите, и попробуйте все, почему нет, зато потом не будете сожалеть о том, что, эх, а там была говядинка с черноперечным соусом, надо было попробовать, а вы попробовали, потому что помните правило, которое вам Дима рассказал. Ну и чтобы закрыть тему еды, пунктик нет, четвертый, не складывайте объедки к себе в тарелку, когда вам дают наборчик, вот обычно, он бывает либо пластиковый, либо керамический, зачастую в недорогих ресторанчиках помогут принести вакуумно упакованный такой комплект, в котором будет пиала, пиала, да, это плоская, миска небольшая, внутри будет ложка керамическая, китайская, маленький стаканчик, и все, да, и палочки обычно отдельно, и все это в такой вакуумный пакетик запаковано, то есть у них специальные машины, они это все дело моют, 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 потом складывают в такой комплекте, загоняют в машину Ну и запаковывает в пакет, чтобы оно, ну типа пылью не покрывалось. Удобная система. Ты это палочками пробиваешь, открываешь, и у тебя получается есть миска, куда ты накладываешь рис и, соответственно, сверху еду и ешь. Не складывай туда ошметки креветок, кости какие-нибудь. Это просто некрасиво. Это очень дурной тон. У тебя обычно есть отдельная тарелочка, на которую это можно все дело складывать. Вот эта самая пиала такая. Либо на нее, в крайнем случае, кидай на пол. Кидать на пол, вот особенно в уличном заведении, в каком-то недорогом заведении, ну кроме пафосных ресторанов, да, кидать на пол более культурно, чем складывать ошметки себе в тарелку. Не надо этого делать. Это просто очень некультурно. И когда люди увидят у вас, ну грубо говоря, ты из тарелки делаешь помойное ведро, потому что у тебя там ошметки-объедки, и ешь потом из этого помойного ведра. Грубо говоря, так. Соответственно, получается, что, ну как бы, люди общаются с человеком, который ест из помойного ведра. Может, еще и пьет из лужи, и крапиву палкой бьет по вечерам. Не знаю. То есть у тебя есть некая емкость для приема пищи, которая специально для того, чтобы вот в руке ее держать. Ну, чтобы удобнее было карту подносить, если ты палочками не особо ешь, либо там на стол ставить. Но фокусируйся на ней. Положил ты рис, не положил туда рис, не в рисе дело. Отсюда взял, отсюда взял. Но куриное крылышко, в нем кость, обглодал, сложил на другую тарелочку, в крайнем случае, на пол. Короче, не сри там, где ты ешь. Все очень просто, и как бы это правило работает во многих других ситуациях. Ничуть не хуже. Давайте к последнему пункту. Пятое. Да. Дарите подарки двумя руками. И вообще, что угодно ценное на самом деле. Просто ситуация очень простая. В Китае и вообще во всей Азии любые ценные вещи из руки в рук всегда было принято передавать двумя руками. Это проявление респекта, уважения, уважухи, чего угодно. К сожалению, современной китайской молодежи вот эта тема уже начинает сходить на нет. И это все-таки работает по большей части с более старшими людьми старшего поколения, либо с людьми на более высоком социальном положении. То есть, когда ты официант и хочешь передать сдачу клиенту своему двумя руками. И все же, все же, я говорю вам так. Все равно старайтесь вот двумя руками давать денежки, давать подарки, подарки особенно. Потому что неважно, как китайцы теряют свою культуру. Им всегда все равно приятно, когда другие люди проявляют эту самую культуру по отношению к ним. Им реально всегда приятно. Особенно, если мы говорим о взрослых людях. А про совсем старшее поколение я вообще молчу. И в обратную сторону тоже есть одно интересное. Да, старайтесь пару раз формально отказаться от любого подарка. Тем самым вы как бы набиваете цену этому подарку, да, и проявляете уважение к дарящему, что типа, ой, такой дорогой подарок. Вы зачастую даже не знаете, что человек вам дарит. Может, там, не знаю, набор салфеток бумажных. Ну, блин, небогатый человек. Ему тоже хочется получить толику уважения от вас, потому что даже салфетки он вам подарил, но человек все равно о вас как-то позаботился, упаковал, пошел, ну, заморочился, да, чтобы принести вам какой-то подарок. Или пусть даже будет красный конвертик, в котором всего там, не знаю, 20 юаней бумажка. Очень маленькая, ну, бедный человек, ну, нет у него денег, но все равно даже он заморочился, и маленький красный конвертик с 20 юанями вам предложил. Отказывайтесь, как будто внутри 100 тысяч лежит. Постарайтесь красиво, формально, всем понятно, что вы по итогу этот конвертик возьмете, но формально постарайтесь, типа, да нет, да ты что, да блин, да какое, мы же близкие друзья, да какие подарки. Отказаться он еще раз вам предложит, вы для проформы еще сыграете роль, потом все удовлетворены игрой, оба победили, вы получаете подарок, человек получает маленькую толику уважения, которую вы проявили к нему обратно. Всем приятно. Поэтому вот такие простые пункты. Передайте предмет, любой конверт, денежку, подарок двумя руками, и при приеме подарка постарайтесь как-то красиво, формально отказаться, чтобы проявить человека уважение. Давайте к последнему нет. Мне оно реально доставляло очень много боли на паре свадьбы моих знакомых. Я просто смотрел такой, ааа, ребята, на вас китайцы так смотрят. Ладно, сейчас все расскажу. Начнем с такого нейтрального. Первое нет, не заворачивайте подарки в бумагу черного или белого цвета. Вообще черный и белый цвета ассоциируются с плохими вещами в Китае, с похоронными, со всякими темами, потому что в основном с похоронной ассоциируется белый цвет, но черный тоже ничего хорошего. Поэтому зачастую вот в Европе, там вообще в европейском менталитете принято в черное с золотом что-то упаковывать, потому что это выглядит прям люкс, что вы что-то дорогое. Вы принесли там тостер из фикс-прайса за 49,90, но в черную кайфовую бумагу с золотой лентой и уже выглядит как люкс. А если еще бумага матовая, то вообще шикарно. Здесь так не надо. Китайцы любят сочетание черного с золотом. Во многом они любят телефоны, машины, одежду в сочетании с черным золотом. Но подарок это всегда передача частички себя, передача частички энергии. Это вот эта тема китайской энергетики, в которой они там до сих пор сами особо разобраться не могут. В общем, черный цвет и белый цвет это два цвета табу. Старайтесь фокусироваться на золотом и красном. Вот два цвета, которые всегда точно проканают в Китае, золотой и красный, для упаковки подарков. Но это мелочи. Самое главное я оставил на конец. Если вам дарят подарки, никогда не лезьте во время церемонии, во время вашего дня рождения, во время свадьбы, во время чего бы то ни было лезть открывать эти подарки. Никогда. Если вас особо о том не просили. То есть если человек дарит вам какой-то пакетик и говорит, давай, давай, открой, 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 давай, покажи всем, покажи всем. Открывайте. Конечно, вас человек об этом просит. Но если вам дарят конверты, вам дарят подарки, никогда не лезьте их открывать, насколько бы вам не хотелось, насколько бы вам не было интересно ваше вот... А, что ж там такое? Мне подарили кучу конвертиков. Сколько же я бабла собрал за свой день рождения? Не надо так. Все очень просто. Люди неравномерные в плане доходов. И все пытаются сделать вам приятное. Кто-то, опять же, как я уже упоминал ранее, 20 юаней в конвертик положит. А кто-то положит 2 тысячи. А кто-то 20 тысяч. Неважно. Все проявили к вам уважение. Все проявили к вам чувство. Каждый сколько мог. Все могут по-разному. Нет никакой утвержденной стандартной суммы. И понятное дело, что, вскрывая от разных людей конвертики, которые зачастую бывают подписаны, вы просто унизите человека, подарившего 20 юаней, перед человеком, подарившим 2000 юаней. Не перед собой. Вы поймете, что человек сколько мог, столько и проявил к вам уважение. А перед остальными людьми будет человеку немножечко неприятно. Потому что, ну вот, к сожалению, нет у него возможности собрать. Или один человек вам подарил какой-то супер сервиз из серебра, ручной работы с лимитированной серией. А другой человек, я не знаю, просто подарил, да, кружку с фотографией распечатанной, как вы бухали на каком-нибудь пляже и заснули пьяный на пляже. Он вам кружку распечатал с этим делом. Подарок за 3 копейки. Но он может быть милый. Но при этом все равно китайцы очень часто материалисты. Материалисты, да они какой часто, они все время материалисты. И оценивают материальное по материальным критериям. Поэтому зачастую может возникнуть неприятная ситуация не у вас с человеком, а у тех людей, которые вам подарили. Особенно если это китайцы. Европейцы забьют болт. А китайцам может быть неприятно. Поэтому просто помните, пожалуйста, если вы собрали друзей китайцев на свою свадьбу, на свой день рождения, на Новый год, неважно по какому поводу. То есть по любому поводу, где вам будут дарить подарки. Красные будут конверты, подарки в пакетах. Оставьте это в углу до следующего дня или хотя бы до того момента, пока все гости не уйдут. Не трогайте. Это очень важно и это может обидеть людей. Вот, ребята, вот таким получился видосик. Надеюсь, минут 25 у меня получилось поговорить, чтобы по классике прям хорошо вы пообедали, поужинали, позавтракали под это видео. И, может быть, я надеюсь, узнали что-то для себя новое и полезное, что еще с одной грани откроет для вас Китай. И при общении с гражданами этой страны замечательной, при приезде в эту страну, либо при общении с партнерами в своей стране, с китайскими партнерами, вы будете проявлять уважение, которое будет располагать людей к вам и не будете совершать абсолютно глупых, бессмысленных ошибок, которые испортят о вас впечатление. Поэтому спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Любые ваши мысли всегда приятно читать. Позитивные, негативные, не суть важно. На все стараюсь отвечать, на что могу ответить, и там, где есть вопрос, ставлю лайки под всеми комментариями, которые мне понравились. Как всегда, огромное спасибо спонсорам, список их в конце ролика. Огромное спасибо за то, что поддерживаете канал. Это реально очень важно. Ну, а тем, кто вдруг по какой-то причине решит стать спонсором, заранее огромное спасибо. Поэтому отличной вам шикарной погоды, чтобы солнце и лето к вам уже пришло. Наконец-то. Заботьтесь друг о друге. Не болейте. Увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok